Всем привет, дорогие друзья! С вами Палач Рока, и я всё-таки решил добить серию Darksiders на своём канале. А именно, рассказать о чём была каждая часть серии, от самой лучшей в качестве динамики и повествования сюжета, до самой худшей, по моему, естественно, мнению. Вдохновил и меня на этот ролик канал Чувак и его, собственно говоря, разбор сюжета Darksiders. Да, так что, возможно, тут будут фрагменты из его ролика. Ну а теперь, давайте начинать. Поехали! Серию Darksiders создавала студия под названием Visual Games, которую можно знать по Darksiders и второму Darksiders, а также на Википедии сказано, что она занималась Вархаммердом, который так и не вышел. Ну, в последствии команда разделилась, где одна пилила третью часть, а другая занималась батлчейзером. О нём мало кто знает, поэтому опустим. Издателем же серии был THQ, бывшая легенда, выпустившаяся в такие игры, как Darksiders, Saints Row и Red Faction. Но в 2013 году она обокротилась, и её активы разобрали такие студии, как Sega и Электроники. Но под всем этим была опущена другая компания, Nordic Games, которая медленно, верно выкупала права на игры у THQ. И в конце концов, выкупив права бренда, была переименована в THQ Nordic, которая почти сразу выпустила ремастер Дарксайда под названием Darksiders Warmastered Edition и вторую часть также, Definity Edition. Что означало то, что продолжение всё-таки будет. Я, когда об этом узнал, прям был вне себя от радости. Но с истории закончили, поэтому давайте начнём. Начинается всё с того, что существовали ангелы и демоны, которые вели нескончаемую войну между собой. Эта война очень сильно бесила обугленные советы, которые должны были следить и поддерживать равновесие в мире так, чтобы птички пели и цветочки благоухали. И демоны, и ангелы научились жить по правилам Совета. Ведь в Камнеликих были сверхвоины, которыми величали четырьмя всадниками апокалипсиса. Которые при нарушении равновесия шли бить лица как демонам, так и ангелам. Позже появились люди, которые должны были стать третьей стороной конфликта всех этих войн. Но роль всадников осталась такой же. Только теперь им надо бить уже не две стороны, а три стороны. Для поддержания мира были созданы семь печатей, сломав которые развяжется конец света. Рагнарог. Ну, это в теории. На самом же деле, на Земле уже вовсю идёт замес между ангелами и демоном. Посреди всего этого происходит падение метеоритов. С изюминкой. Знакомьтесь. Война. Один из четырёх садников апокалипсиса. Самый младший, но не самый слабый. Сильнее его только смерть, так как смерть нельзя убить. Заметив садника, демоны все как один идут на него, забив болт на людей. Начинается настоящий слэшер. Как в старом добром God of War. Война месит налево и направо, размахивая своим огромным дрыном. Выполняет смачные добивания и превращается в супостата. Месит большую дичь, летающую дичь, вокруг хаос, анархия. Война резко начинает терять свои силы. Не пойми от чего, продолжая уничтожать всё и вся. Налево и направо. Он теряет всё больше своих сил. И по пути он встречает Авадона. Предводителя ангелов, который в печали от видимых потерь со стороны своих ребят. И масло в огонь подливает появление его. Ангел, конечно, в полном Алисе. А война задается большим вопросом. А братва где? И почему я один? А вот он не знает, чем ему ответить. Уходит с себя. Начинает бормотать. Чё-то там про седьмую печать. Его в этот момент защищают. И какая-то девушка его защищает. Ангелёчка. А война в этот момент теряет свои силы и падает на колено. Из главы показывается огромное ручище, которое раздавливает глав ангелом. И проблема в том, что, как бы, спойлер, начинают во всём этом винить войну. Который сам не вдупляет, что тут творится. И просто прилетел и говорит, я это, ребят, я на зов прилетел. Чё вы от меня хотите? Далее вылезает убийца глав ангела, с которым мы начинаем махаться. И почти их, кстати говоря, убиваем. Но происходит упадок сил, впоследствии которого мы теряем свой меч. А самого же войну давят. Со словами законы Растопным. Как и ты, всадник. Потом всадника начинают обвинять во всех грехах. И заново начинают читать ему лекции про семь печати, которые разбивают. И всадники начинают кровавую баню. Далее упоминают разрушителя. Генерала Демонов. Ну, не совсем генерала. Короче, его сила близка к королю Демонов. По чьим знаменем и выступал война. Плач в свою же защиту говорит, что я явился на зов. Его перебивают и спрашивают, почему тогда гнивился смерть, раздор и ярость. Короче, войну просто поносят по полной программе и обвиняют в святой войне. Да, звучит странно. И тут начинает пахнуть гнилью. Ведь, когда война прилетела, сражение уже было в полном масштабе. Увидев это, он, естественно, начал исполнять свой долг. И дальше, когда мы будем узнавать лор, будет смешно. Ведь на то, чтобы примкнуть к кому-нибудь, из садников способен, наверное, только смерть. Так как он пофигист, который шатал правила совета. Типа, да. Война же это вонь, течащий долг и честь, который ни за что бы не нарушил закон совета. Который говорит, отправьте меня назад, я покараю всех, кто виновен. В ответ совет его спрашивает, как он собирается это сделать без сил и без оружия. Война же на полном. Пофиги, говорит. А если умру, короче, это и будет моим приговором. Ну ладно, иди. Только возьми эту странную тварь, которая способна убить тебя по щелчку пальца. Окей. Эх, да сколько этот тип доставит нам еще неприятностей. Ладно. Надо теперь выворужить тебя. Бери меч. И получаем первый совет. Поговорись с Вульгримом. Ведь с недавних пор некоторые демоны не в подсчете у разрушителя. На вопрос, сколько война отсутствовала, ответа мы, к сожалению, не получим. Но получаем первый рейс на землю. Наблюдатель начинает говорить, что он главный. Однако в войне как бы по барабану. И он решает напомнить Ване про свои силы и возможности его убить. Начинает и строить у себя типичного начальника, короче. Из всяких там фильмов. Вана терпит и начинает путь по разрушенному миру. Встречая зомбаков, огненных жировиков, адских боксеров. Которых довольно-таки легко уделываем. После его взору открывается земля. И он опять задается вопросом, сколько он тут отсутствовал. Ему вот наблюдатель отвечает, что около 100 лет. Хе, бля. Ладно, бить лица. Но не успев найти кому. Он встречает того самого демона Вульгрима. Который являет с торгашом. И товар его продается за души. Да. Души. Вульгрим говорит. Тебе нужно разрешить. Так вот он там, братан. Воу, куда ты без сил? Да и башня сокрыта тайной магией. Из которой я тебе уже точно не поможет. Кто поможет? Оу, но это уже надо платить. И тут начинается гринд на 500 душ, дабы пройти дальше. Таких моментов немного. Да и сам Дарксайдерс вей духом God of War. Хотя кто-то говорит, что Дарксайдерс это взрослая Зельда. Ну, тип хз. Короче, между эпичными схватками нам будет давать отдохнуть всеразличными загадками. Тип найти три ключа или три меча. Отодвинуть ту дрянь или взорвать тот куст и тому подобное. Я к тому, что их я буду пропускать. И вы же не за головоломками здесь. А за сюжетом. Короче, ближе к делу. Отдаем души Вульгриму и получаем Горн. Который, собственно говоря, откроет нам путь дальше. Где нам надо будет найти темницу Самаэля. Который недолюбливает разрушителя и по силе был почти как Князь Тьмы. Говорят, что слишком опасно был близок к его силе. Князь Тьмы, ну, типа дьявол. Да. Так, давайте дальше. Каменные ворота оказываются живым конструктом. Мы говорим, я это петлицо разрушителю иду. А, да, ну тогда проходи, братанчик. Если чего, мы тебе это самое подсадим. Короче, давай, шуруй туда. Пробравшись, мы опять месим и встречаем темницу с начальником. Вы как бы думаете, что война это типичный брутальный мужик, но он еще и троллить так-то умеет. Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. Мать твою сука. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб. А еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Блять, я тебя захуярил. И вот тут как бы хочу немножко одолиться от сюжета и поговорить, чем он отличается в Darksiders от других. Там, например, DML My Cry или God of War. Он отличается своей сложностью. Вначале ты не испытываешь никаких... Я имею в виду других слэшеров. Ты не испытываешь никаких проблем. Но в Darksiders тебя убивают почти с трех тычек. А если ты еще поставишь последнюю сложность, то вообще с одной. Так как война типа бестил и этим все объясняется. Ну а мало-помалу ты привыкаешь и босс откисает. Но честно, когда я первый раз проходил на последней сложности, я умер раз в пять, наверное. Короче. Мы вызволяем Самоэля. Сатану 2.0 я его называю. Который думает, что мы за ним. Но поняв, что война пришла за разрушителем, он начинает говорить, что ни у него, ни у войны нет сил сражаться с ним. Война его троллит, Самоэль показывает свое свежее дыхание. Война чисто по барабану типа. И Самоэль вспоминает, что есть все-таки один способ. Чтобы проникнуть в башню, надо снять заклятие. А заклятие держится на четырех приближенных разрушителям. Если мы добудем их сердца, он нам поможет. Но никаких вопросов. Война такой. Окей, кого рубить? Начать стоит с Теомат, королевой тучкой мишей. Пешком не дойдем, поэтому получаем крылья. И начинается долгое путешествие, где мы спокойно месим, нечий. Покупаем ништяки у торгаша. Кстати, тут есть коса. Брата войны, смерти. Которая, ну, говно. Не берите ее. По крайней мере, не за пять тысяч. За тысячу. Встречаем опять конструкта, которого нас так просто уже не пропустит. Так как он говорит нам, мол, я не могу сдвинуться с места из-за темной магии. Вкратце, надо пройти четыре испытания. Некоторые испытания довольно-таки легкие, некоторые сложные. Под легкими можно, типа, убейте 40 противников за отведенное время. Сложными убейте противников только машинами и так далее. Ну, короче, да. Дальше. Получаем блокирующий контрудар и идем в локацию с мостами. Довольно-таки классная локация. Мочим убер демона и встречаем крылатых, для которых, как мы помним, война цель number one. Там и защитница Урио, которая нас, кстати говоря, и обвинила. Война, поняла, что дело пахнет сырыми пельменями, сваливает. И попадает в ареал обитания той самой Тиамат на своем летающем коне. Попутно отбиваясь от всяких там ангелов, летучих мышей, огненных летучих мышей. Мы добираемся до собора, где нас ловит Тиамат и отправляет в полет, забирая нашего воздушного скакуна. Ходим по собору, решаем загадки, рубим нечисть, пока не доберемся до крыши. Из важного мы нашли Сюрикен Бумеранг и мини-босс Тюремщик, с которым мы, собственно говоря, и применяем этот Сюрикен. Типа, не слишком много внимания тут надо. Короче, встречаем Тиамат, которая догрызла нашего летающего коня и начинает заливать нам про то, что всадники теперь можно купить за денег, раз Самоэль купил. Так давай я тебя куплю? Мы такие, э-не-не, собака. И начинается замес. На две стадии. Первым мы кинаем гренами и активируем нашим Бумерангом. Вторая, Махач уже на арене, после чего отрываем ей крылья и перед смертью она говорит, мол, я же сильная и могу упомнить любое твое желание. Восстанови равновесие. Блядь. Вырвав сердце, война видит, что за сила спрятана в нем. И мы просто так сейчас собираемся отдать эту силу Самоэлю. Но война в первую очередь воин, и долг для него это самое главное. Другой вопрос. Как домой-то? Ой, ой, брат, я тебе помогу. Я могу тебя по тайным трупам провести, только дай им на сердце посмотреть. Только посмотреть, клянусь. Он, естественно, пытается подрезать сердце, на что война ему такой. Неа, партишка. Пробираемся по фаст-треллу до Самоэля, и он рассказывает нам про двух... про второго приближенного. Но есть проблема, до пройти до нее надо пополтать с Чибриком под названием Черный Молот или Ультейн. Эээ, кто это? Это... древний, как сама вселенная. А раса его творец, что означает, что он кует мечи, пистолеты, ну, короче говоря, всякую оружию, оружие и здания также строят. Да, вот такой вот куец. На заметку, приближенные тоже древние, но не настолько древние, как Ультейн. Война отвечает, а не попутывали ты стороны, приятель? В уговоре не было ни про каких там Ультейнов и так далее. Наблюдатель тоже что-то там вякнул и за что и поплатился, получив пощечину. Асамелли же отвечает, что другого, собственно говоря, пути-то и нету. Но пока ты не готов, ведь это жижа подавляет твою силу. Ты же война! Ты в саник апокалипсиса на огненном коне! Иди и убей эту нечисть! Наблюдатель получает смачный удар прямиком в лицо, но не смертельный. Но и этого было достаточно для разблокировки формы хаоса. После чего мы отправляемся в путь. Опять бить, рубить, испытания, торговать и какой-то молот, который война, естественно, хочет поднять. Появляется как неожиданно опять новый гость, старовяк, который демонстрирует нам, что он необычный доходяга. И жалуется, что мы не знаем, что чужое трогать нельзя. Взглянув на клинок, он понимает, что перед ним садник, а война понимает, что перед ним Ультейн. Ультейн справит у него, что он хочет. Садник же отвечает, я за черным молотом. А, ну, тогда попытайся. Однако, война догадался, что черный молот это и есть Ультейн. И после этой фразы между ними начинается заруба, в которой обычные удары клинком хаоса не наносят ничего. Надо именно в форме хаоса, своей хаотической форме. Ультейн почувствует боль, так скажем. Но внезапно появляются ангелы в предводительстве Урил, которая что-то там промесь, бла-бла-бла, а Ультейн, как, собственно говоря, четкий мужик, говорит, ну что, голубки, сейчас я вас общипаю, и в суб ко мне пойдете. И тут наша с ним дуэль превращается в кто больше завалит ангелов. Но у войны в этом есть некое преимущество, ведь мы можем взять бушку и просто понастрелять, за что получим некоторые сюрпризы. Ну, да не важно. Ультейн же, приняв поражение, говорит, что ты тут забыл, та я заплакальщицей. Мы там, кстати, попутно у рель победили, да. Короче, война говорит, что он заплакальщицей. А, да, ну так я ее запечатал. Вот как с ней разберешься, тогда я и поверю, что ты всадник. Ну, мы, собственно говоря, пошли за ней, встретили, огребли люлей, ведь она непробиваемая. Увидели нарост из кристаллов, чешем дальше, разгадывая все различные головоломки, уничтожая монстров и получаем перчатку. Включаем режим Тэнквандиста и разрушаем кристаллы с помощью этой самой перчатки. Встречаем плакальщицу, разрушаем в первую очередь кристаллы, которые она может нагревать. Дальше траком сбиваем ее с ног и потом разбиваем кристалл, опять сбиваем с ног и уже добиваем, вырвав у нее сердце. Вернувшись к Культейну, он говорит «О, давненько не виделись, всадник». Да, я, кстати, косу купил, но не очень, если честно, как я уже и говорил. На вопрос войны «Что тут делает такой великий человек, как Культейн?» Он отвечает «Ты швырнул молот в мою дверь, в мою хату и еще спрашиваешь у меня?» На что война не имел война не в этом имел в виду вопрос, не знаю, прозвучался рано. Он спрашивает «Почему творец отшельник в разрушенном мире?» «Почему?» Ответа мы не узнаем, но получим новое оружие – пистолет. После чего отправляемся к Самаэлю, который непонятно по каким причинам то ли птичка нашептала, то ли он как-то звуки слышит довольно-таки хорошо, знает про дуэль молота и всадника. В общем, наша следующая цель – это червь, стегиец, который захватили в плен, дабы избежать столкновения с червями, которые ползают под песками, нужна хроносфера, которыми можно замедлять время. Нас этому, естественно, обучает Самаэль, и мы движемся дальше, до местного назначения, попутно рубя демонов, пока не доходим до арены. Где встречаем парочку наездников, опять кучу демонов и главного кандидата на каком-то парше. И это, собственно говоря, наша, как бы, кобылка. Да, мы ведь садник, как-никак. Нашу кобылку зовут Руина. Так, сейчас. За сотню лет она настолько одичала, что забыла, кто вообще ее хозяин настоящий не узнает. Ну, война не промах, приручаем, и, короче говоря, да. И на всех парах идем мочить стегейца, попутно убив двух червяков, узнав, как именно надо убивать червяков, это на лошадке с пистолетом, короче говоря, изично. предварительно, чтобы мочить этого самого стегейца, нам надо освободить его от плена. Там железная защелка у него есть, короче. Освобождаем просто ударами меча, после чего уже начинаем стрелять в желтое пятно, которое похоже немножко на цветок, тем самым его убиваем. Причем добивание выглядит довольно-таки смачно, прям конкретно смачно. Вырываем у него сердце и осталось последнее. Сердце, которое находится у селитых королевы пауков. Ё-моё. И королева истории. Она находится в пепельных землях, там, где мы убивали стегейца. Добираемся до точки и нас ловят, собственно говоря, паучары. Блин, как же я ненавижу все-таки пауков. Блэ. Ладно. Нас ловят пауки и относят в логово, где мы зачищаем, там, рубим всякую нечь, которая встает на пути, добываем крюк-кошку, убиваем всех главных паучар паучахи. собственно говоря, доходим до самой главной паучихи, которая говорит, что приближённые не связаны с башней. Они лишь задерживают силу Самоэля. На чё война говорит? Я здесь не за лекции и не за истории. Начинается наверное самый быстрый замес. Быстрый не в плане короткий, а в плане драйва. А в конце концов мы вырываем сердце, относим Самоэлю, которого выманили на чистую сторону, и он признаётся, что он соврал, но это не относится к сделке. После восстановления силы Самоэль говорит, что мог бы убить войну прямо сейчас, но он выполнит свою часть сделки, что довольно-таки странно для демона. и отправит нас в башню, открыв при этом собственно говоря Fast Travel. Ну вот и всё. Вторая часть не знаю когда будет либо когда будет свободное время либо по лайкам посмотрю. Наберёте 30 лайков выпущу через дня 4 после того как наберёте. Не знаю, короче, я над этим роликом реально запарился. Чёрт возьми, три листа текста четыре раза только начало переснимал, так что можете посчитать насколько времени ушло. Плюс учитывая то, что звук хреново записался и ну типа да. Поэтому поставьте лайк и подпишитесь. Ну пожалуйста. Ладно, увидимся когда-нибудь.